Это новости, итоговая программа и мы продолжаем выпуск. В деле о нашумевшем побеге из Шекснинской колонии появились новые обстоятельства. Как показала проверка, заключенный Шестаков пользовался недопустимой свободой. Мужчина отмечался на проверках дважды в сутки, а все остальное время он был предоставлен сам себе. В частности, в мае 2011 года с него были сняты все ограничения, касающиеся ранней постановки на учет. Его в качестве лица склонного к побегу. Однако, впоследствии совершенный побег дает основание следствию усомниться в обоснованности этого решения. Как выяснила проверяющая комиссия, в колонии Шестаков жил отдельно от остальных осужденных. Но это обстоятельство не мешало ему заниматься бизнесом. Шестаков продавал заключенным зажигалки мобильные телефоны. С помощью своего телефона он сам делал звонки и выходил в интернет. Таким образом, Шестаков нашел соучастников побега и договорился о помощи. Сейчас следствием устанавливается роль охраны в организации побега. Вопросы есть и к администрации колонии. Расследование уголовного дела продолжается. О других заметных событиях в Вологде и Череповца расскажем в рубрике «Параллельным курсом». Первый городской роддом, который находится на улице Пирогова, ожидает масштабная реконструкция. Средства на капитальный ремонт одного из корпусов учреждения направили на этой неделе волгодские депутаты на очередной сессии городского парламента. Уже на следующей неделе отделение гинекологии переедет во вторую горбольницу, а в трехэтажном корпусе закипит работа. Будет произведиться всего инженерного оборудования, сантехнического электрооборудования, будет меняться вентиляционная система и также будет произведена весь ремонт этого помещения. Вот окраска, замена полов, кровля, подвалов и будут произведены ремонты облицовочные. 51 миллион рублей. Столько денег направят на эти цели из федерального бюджета. И это не единственное финансовое вливание в бюджет города. Также по программе содействия реформирования ЖКХ Вологда получила еще 100 миллионов рублей. Плюс 26 миллионов из бюджета города. Все эти деньги пойдут строго на программу по переселению из ветхого и аварийного жилья и капитальный ремонт домов. Глобус, на котором нет Антарктиды и ботинки с деревянными гвоздями. Уникальные экспонаты, которые теперь не стыдно показать туристам, вернулись в Вологодский музей-заповедник после реставрации. Ботинком полтора века – так утверждают музейные документы. Но сотрудники считают, что обувь старше на несколько десятилетий. Такие могли изготовить вологодские мастера в начале 19 века. За реставрацию взялись уже мастера московские. В Вологду обувь вернулась как новая. Впрочем, как и вот эти глобусы. Раньше по ним учили детей. Причем не в школах, а на дому. Так, а вот эти к этому. С нами как-то нужно их даже расположить. Эти глобусы старше самого Пушкина. На первом изображена карта мира. Австралия уже есть, а вот Антарктида пока не открыта. Второй глобус астрономический. Всесозвездия на нем в виде животных и мифических персонажей. В ближайших планах работников музея отправить на реставрацию еще несколько экспонатов. Главным образом иконы, мебель и семейные портреты. Из чего делают зефир и как на конфетах появляется шоколад? Об этом на этой неделе узнали школьники из Великого Устюга. На кондитерскую фабрику в Вологде они приехали вместе с Дедом Морозом. Посмотрели, попробовали и даже поучаствовали в процессе приготовления. Но больше всего ребятам понравилось раскладывать конфеты в коробки. Школьники даже устроили небольшое соревнование. О самых интересных событиях, которые произошли в городе Металургов, расскажут мои череповеские коллеги. Я передаю им слово. Александр, здравствуйте. Череповцы собирать, сортировать и уничтожать мусор возможно будут немцы. Новые технологии по утилизации отходов обсудили в мэрии со специалистами фирмы Бейкер. Немцы предлагают проект с большими инвестициями. Для уборки мусора компания готова предоставить 16 суперсовременных машин и более 70 тысяч специальных контейнеров. Есть предложение попробовать использовать мусоросборники с чипами. Встроенная карта способна собирать информацию о содержимом контейнера и передавать ее в компьютер. В городе Нашексне продолжают бороться с подснежниками. На этой неделе специалисты департамента ЖКХ вывозили с улиц брошенные владельцами автомобили. Правила такой эвакуации разработали депутаты городской думы. Сейчас в списке автомобилей, которые предстоит вывезти, значится 73 железных коня в разных районах города. Такие брошенные машины мешают уборке снега на городских улицах. Да и просто мешают движениям. Опыт показывает, наказание рублем – самый действенный метод борьбы с бесхозными машинами. Во дворце металлургов подвели итоги детского фольклорного конкурса «Майя Вологодщина». Конкурс проходил три дня. Традиционно в нем участвовали детсадовцы. Номерам помогали ставить музыкальные руководители и воспитатели. В этом году фестиваль детского фольклора вышел на новый уровень. Впервые за 10-летнюю историю в нем участвуют 500 детей из 49 детских садов. Организаторы обещают, что в следующем году для маленьких артистов двери распахнет главный зал Дворца металлургов. Лучшего студента выбрали в Череповце. Завершился уже ставший традиционным конкурс «Студент года». Организатор Череповецкий госуниверситет каждый год готовит для зрителей и участников что-нибудь новенькое. Конкурс «Студент года» проходит уже восьмой раз. В этом году за звание «Лучших из лучших» боролись 15 конкурсантов. Главное нововведение этого года – реализация проектов. Если раньше студентам предлагалось просто помечтать, то теперь каждый должен воплотить в жизнь свою задумку. Отчет о реализации проектов ребята представили на сцене Дворца металлургов. Открытый чемпионат по бодибилдингу проходит сегодня в Череповце. Лучшие спортсмены региона раз в год репортуют о своих достижениях в рамках соревнований. В этом году турнир по бодибилдингу носит статус открытого чемпионата Череповца. Приехали спортсмены из других городов, в частности из Ярославля и Вологды. В программе шоу «Впервые» – состязание групп в танцах «Гоу-Гоу». Телеверсию этого шоу можно будет увидеть на канале «12» 8 апреля. Трагическая статистика погибших на зимней рыбалке. Открытые в этом году спасатели нашли тело рыбака, который пропал 5 марта в районе промышленного порта. 60-летний череповчанин отправился на рыбалку на автомобиле «Рено Логан» и не вернулся домой. На этой неделе во время очередной проверки так называемой «майны», которая не замерзает всю зиму, тело рыбака обнаружили подо льдом. Это первый зарегистрированный несчастный случай на реке с начала года. Это была рубрика «Параллельным курсом». Всего вам самого доброго. ЧП с вологодскими таксистами. В деревне Фофенцево в Вологодского района нашли тело женщины, которая занималась частным извозом. Ее машина была брошена неподалеку. В причинах смерти сейчас разбираются специалисты. Подробности в материале Людмилы Алексеевой. Рации выключены, заказы не принимаются. Весь личный состав диспетчерских служб города сейчас здесь. Таксисты провожают в последний путь свою коллегу Елену Шуравину, которая погибла во время очередного рейса. Хороший водитель и очень красивая женщина, вспоминают на родном предприятии. В такси «Димон» она отработала чуть больше года, без единого замечания. В 22.30 поступил последний заказ, и после этого с ней не было никакой связи. Тревожного сигнала в эфире не было, и о своей поездке в Фуфанцево Елена не сообщала. Хотя, отмечает руководство фирмы, она всегда предупреждала, если отправлялась за город. Тело девушки во вторник утром обнаружили местные жители. Оно было брошено в канаву и прикрыто картонной коробкой. В тот же день полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве. Гражданин Узбекистана ранее был судим и только недавно вышел из мест лишения свободы. На следующее утро были установлены его подельники. Установлено, что к совершению убийства причастны трое мужчин, граждане иностранного государства, ближнего зарубежья. Следователи уже установили трое молодых людей в машину Елены, сели в микрорайоне ПЗ. Один из них уже ездил с ней раньше, поэтому такси они вызвали в частном порядке. Пассажиры попросили отвезти их в поселок Фуфанцево, якобы забрать сестру одного из них. Но не доехав до населенного пункта, потребовали остановиться. Некоторое время они простояли в автомашине, находясь на обучении автодороги. И в какой-то момент мужчины стали требовать под угрозой ножа от женщин выдачи золотых украшений, денег и других ценностей. В результате они похитили и отобрали у нее все золотые украшения, денежные средства в сумме 1700 рублей и два сотовых телефона. После этого на шею жертвы набросили петлю и задушили. От тела избавились, а машину загнали в поселок. Местные жители рассказывают, что после этого троицу видели в придорожном кафе. Если эти люди попали бы к нашим ребятам сегодня, то не знаю, что бы с ними сделали. Это просто отморозки, так поступать с девушкой. Лично не знала, но здравствуйте, здравствуйте. По именам и по позывным, если что, на стоянках встречаемся, так страшно. Ночью, особенно когда малолетки пьяные, обкуренные, это страшно. Хотя все водители говорят, понимают, что профессия таксиста опасная и защитить их некому. Кто-то из них старается не ездить ночами, кто-то возит с собой биту. Есть специальные позывные, которые значат, что водитель попал в беду. Но коллеги не всегда успевают прийти на помощь. Шесть лет назад от рук преступников погиб улакжанин Алексей Яблоков. В прошлом году смерти чудом удалось избежать двоим молодым водителям. Одного из них спасли дачники, открывшие двери, когда он убегал от напавших на него пассажиров. А второй смог выбить стекло в собственном автомобиле и выпрыгнуть на ходу. Елена справиться с нападавшими не смогла. Сегодня стало известно трое подозреваемых, которые убили водителя Фуфанцева, взяты под стражу. Сейчас с ними работают следователи и миграционная служба. Вполне возможно, что в Вологде молодые люди находились нелегально. А у Елены остались 11-летняя дочь и мать-инвалид. И в своей семье она была единственным добытчиком. О том, что весь мир театр, вспомнили мы и на этой неделе. На Вологодчине отмечали Международный день театра. Праздновали его в Вологде и впервые широко в Череповце. В театрах прошли представления, в которых приняли участие лучшие коллективы области. А кульминацией праздника стала церемония вручения именных актерских профессиональных премий. Театр – это волшебство. Алена Смирнова заглянула за кулисы, чтобы узнать, кто же создает этот яркий мир. Театр «Профессиональный» в Череповце начался с театра любительского, точнее, с музыкально-драматического кружка. Он появился в Череповце в 60-е годы 19 века. Как и полагается, с актерами и спектаклями. Их ставили на сцене здания общественного собрания. Это в соляном городке или, как сказали бы сейчас, в парке культуры и отдыха. Профессиональный же Череповецкий театр открылся лишь в 1919-м. Для этого специально возвели здание с собственными обувными отелье. А как было шикарно внутри. Красный зал на 500 мест, бархатные ложи, мраморная лестница и зеркальное фойе. А люстры из того театра до сих пор ходят легенды. Выполняла акустическую функцию, то есть звук распространялся по всему залу и давал очень хороший звуковой эффект. И после того, как эта люстра была разрушена в определенный период, звук из зала пропал. То есть он доходил до определенного ряда и потом терялся в зале. В Череповецком театре начинали будущие звезды советского театра – Белов, Сафонов. А на этих фото не менее знаменитые в Череповце Лидия и Владимир Деслер. Актерская и режиссерская семья. Их появление на сцене каждый зритель ждал, затаив дыхание. Актерский состав – 24 человека. Для провинциального Череповца много. В целях ограждения детей от вредного влияния театральных постановок, театральных пьес в городе был разработан специальный регламент посещения детьми театральных постановок. Дети школьного возраста, посещающие школу, должны были предоставить справку из школы о своем возрасте. А дети, которые школу не посещали, должны были такую справку взять в домовом комитете. Репертуар прошлого века – классика, русская и зарубежная. Много премьер. Бывало, что в год по 30 новых спектаклей ставили. Не каждая трагедия, драма и комедия допускалась к постановке. В 20-е годы все пьесы делились на разрешенные и запрещенные. В свою очередь, разрешенные подразделялись на безусловно разрешенные и разрешенные условно. Вот такой переписки с окружным управлением по делам литературы и издательств, они расшифровываются. Например, пьесы, разрешенные условно, допускались на сцену только на усмотрение уездного инспектора печати и зрелищ. В 31-м году труппу распустили, потом снова ненадолго набрали. Здание на Воскресенском то открывалось, то закрывалось. Было клубом строителей, клубом металлургов. А в 93-м получило новое название – Камерный театр. И новую постоянную труппу. Я довольная, довольная, особенно что уборная-то рядом. Вот сиди там и мыргай. Сергей Павлов – артист Камерного. Перевоплощается в разные роли уже 20 лет. С тех пор, как закончил Горьковское театральное училище. За это время был и королем, и бабушкой Авдотьей. Последний штрих – это король. Король готов. Андрей Яценко – тоже актер театра. Он знает, какие люди приходят не на работу, а на службу в театр. Постоянно необходимо поддерживать себя в форме, работоспособность. Что еще? Даже не знаю. И, естественно, хулиганство, творческое хулиганство, которое должно быть в каждом актере. День театра в Череповце раньше отмечали почти по-домашнему, устраивали какой-нибудь капустник. Нынче все по-другому, с размахом, с театрализованным представлением под названием «Весь мир театр, а люди в нем». Это спектакль, в котором действующие лица, в том числе являются и коллективы, то есть губернаторский оркестр народных инструментов, ансамбль «Гости», театр «Знак», симфонический оркестр «Гобелен», «Русский север». Все они являются частью большой интриги по созданию новых форм празднования дня театра. В театральной жизни пальма первенства, конечно, у Вологды. В областной столице и камерный драматический, детский музыкальный, вологодский областной театр «Кукол», театр для детей и молодежи, вологодский драматический, театр эстрады. И это только часть. И приезжают, и местные, да. Но очень редко ходим, надо почаще ходить. Так бы с удовольствием бы сходило куда-нибудь, в том числе и театр. А в театр нет. Почему? Не знаю, никто не приглашает. Перевоплощение чудо театра. За ним из века в век сюда и идут люди. За волшебством, которое рождается на глазах. Виктория, скажи, а у тебя есть любимая пьеса? Мне, честно говоря, нравится «Ревизор». И говорят, что эта история произошла когда-то на самом деле у нас в области, в Устюжне. Ты серьезно не шутишь? Ведь сегодня 1 апреля, день шуток и смеха. Успейте подшутить над друзьями и поднять им настроение. Это была итоговая программа новости. В студии работали Александр Соколов и Виктория Пименова. До встречи через неделю. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин